В комментариях к одному из прошлых видео меня спросили, «Эй, чувак, а как выполнить Ахиллесову Питу?» А я такой, хз. А потом думаю, а действительно, почему бы не пройти все эти квесты и не узнать сколько всего? Крупить знаний можно получить за них, ну и как они выполняются? Но если показывать все квесты в одном видео, оно получится очень длинным. Поэтому я разбил их на категории. Итак, в игре присутствуют следующие категории. Создать, построить, выживание, охота, исследование и испытание. Есть еще ежедневные задания, но их разбирать мы не будем. Итак, в этом видео мы разберем квесты типа «Создать». Поехали! А выкопать слабо? Не слабо. Анализируем веревку, получаем рецепт лопаты. Крафтим лопату из желудя, получаем соточку. Жизнь на природе. А какая жизнь на природе без шашлыка? Строим вертел, закидываем туда три любых мяса. Сто пятьдесят в кармашек. Меч и крыша. Анализируем мясо долгоносика и получаем рецепт мощнейшего щита. Скорее крафтить. Миксолог. Для создания смузи нам понадобится чаша для смузи. Получить мы ее можем, проанализировав шляпку желудя. Строим чашу и крафтим любые пять доступных нам смузи. Водная станция. Когда мы анализировали веревку, в рецептах также была и фляга. Ну так создайте флягу. Кузнечное дело для начинающих. Нам понадобится кузнечная мастерская. И как раз ее можно купить в магазине у Бургла. Строим кузню и улучшаем либо оружие, либо броню до третьего уровня. На сверхмуравьиной скорости. Анализируем тело павшей в бою тли и получаем рецепт тапочек. Крафти их и тебя ничто не сможет догнать. Бурлящая кашица. Кидай в измельчитель столько травы, чтобы хватило на три растительных кашица. Миллиметровые фрукты. Агрессивно ломай ягоду и анализируй ее кусочки. Так ты получишь рецепт ягодной кожицы. А далее либо крафти, либо закидывай куски на сушилку. На сушилку дешевле, но дольше. Анализ крови. Анализируйте жопу комара и получайте рецепт исцеляющего бурдюка. Ну а затем крафтите их в количестве двух штук и бэм! Мастер кузнец. Продолжаем улучшать наше оружие или броню, но уже до шестого уровня. Среди них. А чтобы быть среди них, скорее создавай и одевай комплект брони из рыжего муравья. Бомбардир. Изучая грибной нарост, вы получаете рецепт мега-взрывчатки под кодовым названием «Жгучая колбаска». Крафтите пять штук и взрывай все на своем пути. Все улажено. Из кишков жуков свари клей для починки. И почини уже свое оружие или броню шестого уровня. Блестяшка. Чтобы стать крутым археологом, нам нужна хорошая лопата. Хорошую лопату можно скрафтить, проанализировав голову черных муравьев. Крафти лопату и выходи скорее в пустыню. Ищи блики на песке и вперед их выкапывай. Рано или поздно тебе попадется сундук с ништяками. Попробуй-ка. Улучшая оружие с пятого на шестой уровень, можно выбрать специальный эффект. Выбери любой, какой тебе нравится, и у тебя будет почти стихийное оружие. Стройный. Улучшая броню с пятого на шестой уровень, тебе предоставится выбор, какой тип брони тебе нужен. Грузный или стройный. Так вот, делай стройный. Да, он уступает в защите и прочности, но дает специальные бонусы. Один хорошо, а два лучше. Для клонирования предметов в суперкопирке тебе понадобятся копировальные диски. Первый копировальный диск находится в лаборатории в изгороде. Неси его скорее к бурглу, вставляй в суперкопирку и копируй предмет первого тира. Мышечный сок. Для приготовления сытных смузи в качестве основы нам понадобится мускул капуста. Найти ее в приличном количестве можно в подводной лаборатории, ну, либо вырастить. Такие смузи намного больше восстанавливают здоровье. Морозная бодрость. Чтобы не подгорать на солнце, скрафтите себе жаркоповую шляпу. Получить ее рецепт можно проанализировав запчасти муравьиного льва. Когда двоится в глазах. Второй копировальный диск находится в лаборатории в пруду. Несите его в суперкопирку, копируйте предмет второго тира. Мамма миа, лучший шеф-повар! В магазине Бургла купите любую книгу инструкций, в которой есть блюдо третьего тира. Затем соберите все необходимое, засуньте все это в печь, пусть готовится. Длительное действие. За основу липких смузи нужна жвачка. На верхнем дворе ее, в принципе, полно. Эффект от таких смузи длится дольше. Знаток кузнечного дела. В обычной кузне улучшаем оружие или броню до максимума. Близняшки. Третий копировальный диск находится в лаборатории в Марио. Все как раньше. Несем его в Бурглу, вставляем в суперкопирку и клонируем предмет третьего тира. Верите в магию. После того, как мы принесем Бурглу чип из поленницы, к покупке станут доступны рецепты различных конфетных посохов. Далее просто выбирайте, какой нравится больше вам. Кислая сила. Для выполнения данного квеста нам нужно раздобыть рецепт кислого лезвия. Раньше он назывался кислый топор, не знаю почему поменяли. Так вот, нам нужно проникнуть в замок Молдорг. Далее с помощью доктора Талии взломать дверь от лаборатории. Убить директора Шмектора. И получить с него диск с данными неизбежности. Так нам откроется рецепт. Ну а далее просто крафтим топор. И бумс, последний квест по созданиям завершен. Ну и что же мы имеем? Квесты типа создать принесли нам 15,5 тысяч купить знаки. Напишите в комментариях, какой тип вы бы хотели увидеть следующим. Ну и не забудь подписаться, чтобы ничего не пропустить.